На первом этаже поликлиники областного центра специализированных видов медицинской помощи временно нет пациентов, а вместо врачей строители. В последний раз капитальный ремонт в этом отделении делали еще 20 лет назад. С того времени помещения успели обветшать, поэтому их решили обновить. Работы ведут своими силами, не привлекая никаких подрядных организаций. У нас есть люди, которые работают на ставке маляра, штукатура. Это и ребята, которые у нас, они дворники, но имеют свои навыки. Вот потихонечку мы так и делаем. После ремонта в поликлинике будут использовать и новое оборудование. Оно позволит усовершенствовать методы диагностики различных заболеваний. Мы приобрели сейчас универсальную интеллектуальную систему «Фотофандер», которая будет способствовать выявлению онкологических заболеваний, кортированию людей с хроническими дерматозами. Это будет способствовать усилению нашей службы и более качественному ведению наших пациентов. На время ремонта прием пациентов в поликлинике не прекратили. Сейчас врачи работают на втором этаже. Раньше здесь располагалась лаборатория, которую теперь перенесли в отдельное здание. Поэтому кабинеты освободились. Режим не изменился. Мы работаем по штатному расписанию. Для наших пациентов созданы хорошие условия на втором этаже. Просторные свободные кабинеты. Наши пациенты не пострадали. То есть мы стараемся для них все организовать, как раньше, до ремонта. В региональном центре специализированных видов медицинской помощи рассчитывают, что ремонт завершится уже в конце мая-начале июня. Открыть первый этаж поликлиники планируют к 100-летнему юбилею дерматовенерологической службы Пензенской области.